Сегодня много проектов идет по направлению импортозамещения, здесь же еще очень важно импортозаместиться, соблюдая главный принцип цена-качество, потому что можно импортозаместиться, но за очень большие деньги. То, что касается завоза «Русельмаш», то им удается решать эту задачу, как раз отвечая требованиям цена-качество. Но при этом мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы цена на комбайны и другой техники, которую они производят, была достаточно комфортной для наших сельхозтоваропроизводителей, должны работать и работают государственные программы. И на уровне Российской Федерации, и плюс к тому наша программа по поддержке сельхозтоваропроизводителей на территории Тюменской области также помогает по более низкой цене приобрести сельхозтоваропроизводителям эту технику. Мы с удовольствием переориентируем эту программу, особенно это касается комбайнов, как раз на поддержку комбайнов, которые производятся сегодня на «Русельмаше». Потому что, еще раз повторюсь, они отвечают вот этим двум очень важным параметрам цена-качество. И я уверен, что в дальнейшем завод уже сегодня имеет достаточно хорошую машину, но жизнь не стоит на месте. Мы сейчас вот с директором обменялись, у них есть планы и дальше двигаться. Причем локализация на вот уже тех комбайнах, которые они производят, это имеется в виду импортной составляющей максимум 20%, но в основной своей массе меньше 20%. И сейчас они работают над тем, чтобы, конечно, уже импортных составляющих не было. Есть просто ряд направлений, которые, ну, традиционно в Российской Федерации в машиностроении мы в этом отношении были слабые. Это касается гидравлики, но, опять же, вот руководитель завода рассказал, что они активно сейчас занимаются этими разработками с одними из свердловских предприятий. Дай бог, что там все получится, и в том числе и гидравлика тоже будет отечественного производства. И тогда мы сможем сказать, что мы вообще имеем машину, которая полностью произведена на территории Российской Федерации без составляющих импортных. Поэтому, конечно, основное направление того соглашения, которое мы подписываем, это вопрос импортного совмещения. И мы, со своей стороны, берем на себя обязательства, естественно, государственной поддержки. Потому что, если мы, я имею в виду государство, сегодня не будем стимулировать и поддерживать не только лозунгами, но и конкретными решениями процесса импортозамещения, то эта процедура растянется на долгие-долгие годы, и непонятно, какого эффекта достигнет. Редактор субтитров А.Семкин